добрый день уважаемые студенты сегодня мы начинаем нашу очередную лекцию и она посвящается типом данных которые используются при программировании контроллеров в соответствии со стандартом mac 611 31-3 типы данных которые используются при программировании контроллеров можно разделить на две большие группы это элементарные или простые типы данных и составные или сложные типы данных в которой входят массивы структуры массивы структур переводы и так далее начнем с элементарных или простых типов данных но самый один из главных типов данных которые используются в программировании которые реализуются в том числе для комплексов для программирования программированных логических контроллеров это целочисленные типы данных для контроллеров можно встретить следующие виды целочисленных типов данных это инт естественно да то есть интеджер которые вмещают себя числа в диапазоне как это обозначено на слайде объем занимаемой данным типом 2 байта следующий тип или разновидность целочисленного типа данных это с инт другому это short int с весьма укороченным диапазоном и объемом два раза меньше чем обычный инт то есть если мы используем наших программах числа которые не превышают диапазона от минус 128 до ста двадцати семей то мы вполне можем себе воспользоваться типом short int следующий тинт то есть дабл инт то есть двойной инт который занимает как мы видим очень большой диапазон и 4 байта в объеме следующее l int или long int оно еще больше в объеме и еще больше дает занимаемый диапазон следующее l int это означает unsigned short int то есть укороченный беззнаковый инт как мы видим занимает 1 байт в объеме и весьма небольшой диапазон без отрицательных чисел следующий он сайт дабл инт то есть беззнаковый двойной инт unsigned long int байт диапазон 8 бит то есть те числа которые умещаются 8 бит и занимаемые 1 байт в объеме памяти следующий word это двойной байт дабл ворд двойной ворд и следующий лон ворд или лорд как мы видим который занимает диапазон 64 бита объем в 1 байт следующий тип данных это логические типы данных и в контроллерах реализуется только один логический тип данных это булл и в нем имеется только два значения это фоллс ложь и чру истина следующий тип данных которых надо поговорить это типы данных чисел с плавающей запятой который занимает вот такой диапазон больших значений объемом в 32 бита существует следующая разновидность этого типа данных который называется л-рил то есть лон рил который занимает еще больше значений как мы видим и занимает два раза больше битов памяти то есть вот таких два типа мы можем использовать при программировании контроллеров для чисел с плавающей запятой следующий тип данных это типы с помощью которых мы программируем интервалы времени называется он тайм вот с такой решеткой и где здесь используются специальные символы где ты означает дни сди дни и члита аур часы м это минуты с это секунды м с это мили секунды пример записи тайм типа данных выглядит следующим образом тайм двоеточие равно ти решетка 15 и ч земля 15 м земля 4 с . запятой что означает интервал времени для переменной тайм равной 15 часов 15 минут и 4 секунды существует также типы для программирования времени суток и времени один из них называется дэвид или сокращенная форма дни решетка и записывается на следующем виде при программировании то есть ди решетка 2002-01-25 точка запятой означает дату 2002 год 25 января также существует тип данных time of day или т.л.д. которая записывает текущее время в сутках дейтан тайм или сокращенно детей это одновременная совокупность типа дэйт и типа тайма дэйт одновременно как мы видим из данного примера следующие используемый тип данных это строковый тип данных называется он стрим в скобочках указывается максимальная длина для записи некоторых символов то есть не числовая информация в виде каких-то символов букв она может быть задана с помощью типа данных стрим пример как мы видим стрим скобочка 15 . запятой в кавычках равняется контроля то есть данный тип будет все время выдавать во время написать программу вот такой слог контроллер там теперь мы поговорим об этих элементарных типов данных как они встречаются для в различных программируемых комплексах для контроллеров пример в программе программном комплексе коды с версии 2.3 мы увидим как элементарные типы данных реализуются данной программе это можно увидеть с помощью следующего окошка если вызвать ассистент ввода данной программы то в разделе стандартные типы можно увидеть все те типы которые мы изучили в ходе данной лекции это bull, bite, date, double int, date and time, double word, int, real, short int, string, time, time of day, unsigned double int, unsigned int, unsigned short int и word как мы видим большинство из тех типов которые были нами рассмотрены в ходе данного занятия они реализуются допустим например в таком программном комплексе как коды с версии 2.3 далее если говорить о пользовательских типах данных то это такие типы данных которые пользователь конструирует сам как правило они представляют собой совокупность различных элементарных типов данных например как это показано в следующем примере вызывается это с помощью ассистента ввода программы коды сис версии 2.3 мы видим в разделе пользовательские типы у нас имеется два пользовательских типа они класс структуры первый тип называется sfc action type и второй тип пользовательский это sfc теперь поговорим о содержание реконструкции самих пользовательских типов данных и на следующей картинке мы с вами увидим пример разработки нового пользовательского типа данных как мы видим в разделе типы данных мы можем задать свой тип данных который будет типом это и состоит он структуры который содержит в себе три элементарных типа данных типа балл им ты там разработка нового типа данных начинается с ключевого слова той его название двоеточие и заканчивается ключевым словом and type внутри уже содержится те инструменты с помощью которых реализуется пользовательский тип данных в данном случае это структура которая начинается с такого ключевого слова как struct содержит в себе некоторое тело и заканчивается ключевым словом and struct объявление нового пользовательского типа данных допустим того типа my type выглядит следующим образом то есть это имя переменной двоеточие и название пользовательского типа . запятой мы с вами в рамках данной лекции рассмотрели типы данных которые используются при программировании логических контроллеров теперь нам остается их применять во время написания наших программ спасибо всего доброго спасибо